Хватит гулять. Пора. На работу. Так, 44 диаметр. Это 40. Короче, вот эти 44 заказал по зоопарке и пусть будут на вырост. А вот эти сороковые диаметры. Толщина 2 миллиметра мажета. Они как раз сюда. Устанавливаться будут вот в это место. Сочленение подшипникового узла и держателя лопастей. Посадочное место на лопасти держателя 39 миллиметров. Вот здесь вот в этом месте закладывался этот размер. Ну, изначально, то есть и зазор здесь изначально закладывался конкретно для установки именно манжета. Так, на буксе 42. Внутренне получается 1,5 миллиметра на сторону. Зазор. А толщина манжета 2 миллиметра. Следовательно, по 0,5 на зажим с каждой стороны. Ну, я думаю, нормально зажмется, если смазку сделать, там, я не знаю, какую-нибудь хорошую поставить, да, не важно, просто смазку. Тот же КСАТИМ, там, ЛИТОЛ-24. Вот, я думаю, будет нормально стоять. Вот, здесь кожух как бы снутри, снутри не попадет влага, даже если там, ну, с центробежка раскидает. Так, а вот здесь вот, да, с этой стороны, она же у нас вот так, вот так вот будет, то есть в любом положении, и с этой стороны может, может затечь влага. Поэтому я сюда уже изначально заложил установку манжета. Так, вот еще раз сейчас покажу, куда устанавливается, в какое место устанавливается манжет. Вот на этот уступ, вот на этот уступчик, 39 диаметром, толщина полочки 3 миллиметра. Вот здесь, так же само, вот в это место будет манжет упираться, наружным своим диаметром. Толщина полки тоже 3 миллиметра. То есть, ну, все, все как, все по фэн-шую. Нет, не вру, не 3 миллиметра, а 2 миллиметра, да, это для того, чтобы не терлась этот подшипник, лопастодержатель, не терся о буксу. Все это, с таким расчетом сделано. Ну, в общем, вот такое видео. Думаю, все было понятно. И, возможно, кому-то, кому-то и пригодится. В общем, как-то так. Всем пока, удачи. Ссылка на манжеты будет в описании к ролику.